Всем привет! Вы смотрите 11 выпуск прямой связи с командой Калибра. Мы внимательно следим за теми вопросами и предложениями, которые вы публикуете в социальных сетях и на форуме игры. И сегодня я, Андрей Ушимаков, буду отвечать на новую порцию таких вопросов и предложений, на те, которые самые популярные и самые, на наш взгляд, интересные. Прежде чем приступлю, хочу поздравить всех с наступившим Новым Годом. 2021-й будет еще интереснее, чем прошедший 2020-й. Поехали! Рак в трусах пишет нам вопрос, появится ли возможность в игре отображать статус аккаунта. Занят, уже в отряде, нет на месте, готов играть и так далее. Рак в трусах, да, мы планируем добавить такой функционал в игру. Он, конечно же, будет полезен практически всем игрокам. Особенно, на мой взгляд, стримеры будут рады возможности не получать спам приглашений в отряд, когда они транслируют игру. Умка пишет вопрос, хотелось бы для удобства пользования вкладкой оперативники сделать возможность скрывать отряды не только по странам, но еще и по подразделениям. И, насколько Умка понимает, это несложно, а на фоне увеличивающегося количества бойцов будет однозначно плюсом. Умка замечательное рационализаторское предложение, я передам его дизайнерам, которые занимаются интерфейсом в игре. Справедливое замечание, количество оперативников растет, не все уже умещаются в мониторы игроков. Уэллверхэмптон спрашивает, будет ли добавлен бот-химик в режим фронт. Да, мы добавим и химиков в режим фронт. Не буду пока обещать, с какой карты мы начнем отель Аль-Малик или Бальмвэ-Дорога, но химики обязательно появятся во фронте и на тех картах, на которых мы все играем во фронт. Ираклий-01. Интересуйтесь, почему для спецопераций было выбрано ограничение в виде 11 уровня, ведь игрок к 11 уровню, который можно получить за полчаса игры с премиумом, пишет Ираклий-01, ничему не научится и будет руинить игру другим игрокам. Ираклий-01. Мы с геймдизайнерами обязательно обсудим этот вопрос. Согласен с тем, что спецопераций сложный игровой режим, который требует особенной координации действий от всех игроков в команде. Однако, отмечу, что наверняка 27 января, когда несколько изменится прогрессия аккаунта, игрок будет получать 11 уровень не так быстро, как вы пишете. А вы пишете, что за полчаса игры с премиумом. Вряд ли. Юльчонка сообщает нам, что ей хотелось бы получить доступ к оперативникам, к покупке оперативников Ворон, Плут, Бурбон, Шатт, Скаут и Сокол. Она пишет, что есть люди, которые не успели их купить, а очень хотели бы. Да, Юльчонка можно будет купить всех этих оперативников. Что касается тех четверых, которые были в наборах раннего доступа, ограничения уже сняты. Что касается Плута и Скаута, которых можно было получить в рамках марафонов, их тоже можно будет купить после 27 января 2021 года. За какие валюты, пока не буду говорить, увидите в игре. Зергет интересуется, планируется ли в будущем возможность добавить в игру свои индивидуальные или клановые эмблемы. Зергет, мы не планируем возможность добавлять индивидуальные, собственноручно сделанные эмблемы. Потому что, хотя игра и относится к взрослому рейтингу 16+, вы, наши дорогие игроки, наверняка найдете возможность разместить на таких эмблемах изображения и надписи, которые могут быть не только оскорбительными, но и даже противозаконными. Что касается особенных эмблем для кланов, то поговорим об этом, когда будем подробно разбирать клановый функционал на одном из выпусков, например, прямой связи. Отмечу также, что в наступившем году у игроков появятся новые возможности получать новые, в том числе эксклюзивные и уникальные эмблемы, новыми способами, которые не были ранее доступны. Проняшкин. Интересуется, почему не был опубликован список игроков, которые были исключены из итогового рейтинга за использование читов в ходе ранговых боев. Комьюнити должно знать своих героев по мнению Проняшкина. Мы действительно не публиковали так называемые расстрельные списки. Не исключено, что в той или иной форме мы сможем сделать это в следующем сезоне ранговых боев, который еще не анонсирован, но который должен случиться в наступившем году. Также Проняшкин интересуется работой изи античита. Я могу только вкратце сообщить, что в новой версии игры по-другому будет работать изи античит. Мы очень надеемся на то, что игроки будут более довольны тем, как он, собственно, работает. Геликон 5.11 спрашивает, когда решится вопрос с гранатами? Выстрелил, тебя убили, граната пропала. Пусть противник она убивает, а не возвращается мне в подсумок. Геликон 5.11, подтверждая, такая проблема была. В частности, на Штерне бывало, что выстреливаешь ракетой в двух-трех противников, сам погибаешь, но и ракета должна бы их уничтожить. А нет, она исчезает. Либо в ближайшем обновлении, либо в следующем. Мы исправим такую ситуацию, и граната будет лететь дальше, а не возвращаться под сумок в случае гибели оперативника, который ее там бросил или выстрелил. Спасибо большое всем за вопросы. Обязательно присылайте новые, и мы обязательно на них ответим. Ну а пока, всем всего доброго, и до встречи в игре! Субтитры сделал DimaTorzok